В ситуации коронавируса образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Занятия проходят по видеосвязи, в том числе и у спортсменов. Такой формат занятий не позволяет освоить новые навыки, но тем не менее помогает поддерживать спортивную форму учащихся. Я на онлайн тренировках не могу изучать с детьми новое, потому что, естественно, тренер должен стоять рядом. Все тренировки, которые они сейчас проходят, мы изучаем, повторяем и закрепляем старый материал. Но, опять-таки, каждый ребенок сам у себя дома. Главная проблема онлайн тренировок – отсутствие физического контакта между тренерами и учеником, очень важного в спорте. Допустим, если я подойду к ребенку на тренировке в зале и покажу сама, как это сделать, как натянуть носок, как встать в мостик, как правильно поставить плечи, я могу это сделать тактильно. То есть я могу подойти, потрогать его, поставить плечики, поставить ножки. Это будет ребенку понятней. Если я сейчас ему говорю «натяни колени», то он где-то попытался натянуть, но где-то не дотянул. Это уже, конечно же, минус. Как отмечает тренер, дети быстро освоили новый способ обучения. В условиях изоляции онлайн тренировки – это еще и хорошая возможность ученикам хотя бы немного пообщаться друг с другом. Детям, я скажу так, они сейчас, когда выходят в Zoom, они же сейчас все-таки изолированы, сидят, большинство, в целом, не могу сказать за всех детей, могу сказать за учеников моих, которые выходят в Zoom. В большинстве они находятся дома, редко когда куда выходят, и когда они выходят на эту платформу, они, получается, все друг друга видят. И для них это некая возможность пообщаться, им это интересно. Они еще общаются и со мной, как с тренером, и между собой они общаются. «Маша, привет», «Катя, привет», «Как у тебя дела?» То есть вот такие обсуждения, конечно, мы их допускаем, но минимальные, потому что тренировочный процесс остается тренировочным процессом. Если учеников нет доступа к скоростному интернету, задания не получают по WhatsApp, снимают занятия на видео и отсылают преподавателю. В свою очередь он дает оценку выполнения задания. Если необходимо, указывает на имеющиеся недочеты.